Добрый день! Меня зовут Ярославовна и сегодня я научу вас сомневаться. Вы вообще умеете сомневаться? Да. Часто ставите сейчас под сомнение? Я только всегда. Всегда? Хорошо. Кто-то не часто, да? Вообще, моя жизненная кредо – это нужно уметь ставить всё под сомнение. Вот почему я не верю всяким бросам в интернете, любым троллем и хейтером. Сопротивление. Опираться можно только на то, что сопротивляется. Когда пришли за моим соседом, я не сопротивлялся. Когда пришли за моим другом, я не сопротивлялся. Даже когда пришли за моим отцом, я не сопротивлялся. А когда пришли за мной, сопротивляться было не так. Сейчас я предлагаю вам расслабиться, мы сыграем с вами в игру, мы попробуем ставить под сомнение некоторые песни истинные. То, чему нас учили в школе, то, чему мы до сих пор верим. Попробуем? Расскажите мне в нескольких предложениях историю человечества. Как появился человек? Обезьяна, потом Дарвин пришел и появился человек. Каменный век, за ним розовый, потом патриархат и мы имеем то, что сейчас мы. А, ну и еще война, когда будет прогресс. А теперь я вам назову, наверное, незнакомое слово Баальбек. Слышно такое? Нет. Не слышно. Оно стоит рядом с синонимом артефактное невежество. Хорошо, отличаемся. Кто знает, как сделать фундамент? Мне даже кажется. Фундамент для чего-то. Ну, вообще, фундамент, дом хочу построить. Как фундамент для дома сделать? Дом. Ну, как вообще? Цемент. Яму выкопать, опалубку, смешать воду с песком или с цементом. И все заливаем? Заливаем. Каркас поставим? Да, ну, каркас заливаем. Дальше что? Получаем бетон. Получаем бетон. Потом опалубку убираем, да, и вот у нас фундамент. Можно строить дом. Ну, это, спросите, очень долго, да? Очень быстро. Нет, это долго. Есть способ побыстрее. Знаете, какой? Другой. Какой? Купить готовый. Купить готовый что? Фундамент. Фундамент. Это называется блок-фундамент. Совершенно верно. Блок-фундамент – это такой большой бетонный фундаментный блок. У меня знаменимая вещь современного строительства, да? Для того, чтобы очень быстро поставить фундамент для застройки здания. Как вы думаете, какой размер имеет блок-фундамент? Угу. 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 Сколько? 50. 50. Угу. Что? 50? 25 на 30, да. Это блок-фундамент, чтобы можно было построить датчик-ку-пёщить, да? Если мы хотим построить огромный торговый комплекс, типа Абсолюта, Стана, такой фундамент нам не подойдет, потому что это очень долго, он очень маленький. Есть так называемые производственные блоки, у них другие совершенно размеры. Как вы думаете, какие? Большие. Большие? Большие? О, в примере, большие. Метра. Два с половиной метра считается самый большой размер. Длина 2,5 метра и ширина 1,6 метра. Можно вас? Да. Ко мне. Как думаешь? Жи-жи. Сейчас покажем картинки. Оп! Ну, посмотри, пожалуйста, это никому не будет. Посмотрел? Интересно? Опиши другим, что ты видишь. Ну, большой. Большой? Что большой? Битон, что ли? Это блок фундайер? А, да. Современно 25 человек по месяцу. Да. Если вот так стать. Да. Хорошо. Спасибо большое. Я вам покажу снимку. Еще. Посмотрите. Вот такой вот блок фундамента. Вот такой вот блок фундамента. То есть мы видим огромный блок фундамента, рядом с которым человек кажется очень маленьким. Просто крохман. И так. То слово, которое я вам сказал об Альбек, это древний город в Ливане с наличием вот таких грандиозных руин. То есть пустыня и куча-куча руин. Вот из таких вот фундамента. Альберами. Да, да, да. Угу. Давайте подумаем, а как они вообще у нас туда попали? Потому что Египта не делали в Ливане, потому что у нас хранили фараоны по сути. Угу. Нет. Это все верно. Это правильно. Они делали, чтобы там хранить фараоны. А как сам такой огромный блок попал в искусство? А, они сделали сами, ну, взрывали. Они взрывали. Из скалы они вырубали на сих. Да. Как они это назвали? А, они через плевну. Вообще, какой ты молодец узнаешь. Что нам говорит история? Да, действительно, как будто бы была огромная куча рабов. Которые из массива скалы вырубали вот такой огромный, как видите, какой там блок фундамент. А, вырубали вот чем бронзовыми топорами. Вы хотите попробовать бронзовым топором? Хоть бы рыбой такой, нет? Я думаю, что не понравилось. А, возьмите, ну, попробуем взять за остренный кусок бронза, постучать им к скале. Я не знаю, сколько нужно стучать, чтобы получить вот такой блок фундамента. Затем рабы, имея только пеньковые веревки, как-то подкладывали эти веревки и подкладывали бревна, бревна по бревнам перекатывали, да? Ну, вот я так предположу, что если взять бревна и положить вот под такой блок фундамент в пустыню, мне вообще-то кажется, что он не боит. Мне кажется, он просто вдали в бревна. Я вам даже покрою секрет. Пытались такой блок фундамент поднять современным оборудованием. Краном стоит. Давайте просто пофантазируем. Ну, откуда мог взяться вот такие куски в пустыню? Любая вообще идея, даже самая сказочная вдова. НЛО пришли. Как? НЛО. Отлично. Пришедшись в космос. Приехали, да? Нас со своим современным оборудованием. Вырубили, поставили. Еще что-нибудь? Великаны. Великаны. Как? Великаны. Великаны. Отлично. Это замечательно. Мы все слышали, что когда-то были гиганты, атланты, циклопы, да? Что они были огромного роста. Великаны. 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 Волшебная земля, которая придала им силу. Или, например, какая-то супер цивилизация Атлантида, да? Которая методом телекинеза взяли этот блок, перенесли на огромное расстояние и поставили. Как пичином, давайте поставим это пичином. Давайте я вот палантирую фильм. Итак, в интернете полно всяких фотографий, где можно найти, например, скелетового людей, даже с ними фотографироваться. Но чаще всего, учитывая то, что у нас сейчас развит фотошоп, это сделать очень легко, да? То есть, как проверить настоящий, как на примере, посмотреть, сколько ее, вот скажем, копий. Чем больше, тем больше вероятность из-за того, что это справа, чем меньше, это строится. Можно взять? Ну, а вдруг? Это просто фонарик. Вот смотрите, у нас было же как-то пиздя, потом мы пропортируем пиздец. Смотрите, какие издания строили тысячу лет назад. А почему сейчас они строили? Почему сейчас берут блоги в интернете в 50-х годах? Хотя, чтобы там не тяжелая речка была. Но это же новая речка. Это простояло сколько? Или сколько у нас простоится дремя? Сколько? Невероятно. Проще и дешевле. Проще и дешевле? Или мы деградируем? Мы деградируем. Мы деградируем. Какой-то спектр. Хорошо. В 15-м веке. Давайте подумаем, вспомним, кто не знает, как появилось стекло. Стекло, да, из кискарта. Правильно. А как? Ну, вот песок у меня лежит. Как изменить стекло мы сейчас? Они нагрели его. Я возьму, разложу костер и получу стекло. Нет. А как? Ну, в сути, его нагревать надо. Все примерно слышали, что надо взять песок и нагреть. Он играл на экран. Да, это есть. Сколько лет ты чуть несешь. Так, хорошо. Стекло, хорошо. Я вам расскажу коротко, как появилось стекло. Мариан решил развести костер, погреться и соорудил очаг на спрессованной соде на песке, который состоял из кварц и известняка. И вот чудо, под действием высокой температуры, появилось стекло, которое он случайно нашел. Ха-ха-ха. Да, красиво можно. Как появилось железо? Да, железо. Железо. Это тоже. Химия. Составы. Такие. Близкие. Ну, то есть это как отъемное. Ну, бывает метеоритное железо, да, которое упало снегом, мы его нашли. А вообще само железо, тут тоже интересная сказочка про костер. Человек ожег уже только древесный уголь на окиси, высокая температура, бла-бла-бла. Получили железо. Что будет, если мы решим повторить этот опыт? Мы даже возьмем действительно древесный уголь, найдем окис, подожжем костер. Мы получим железо? Нет, мы его не получим, потому что под действием высокой температуры, железо тут же превращается в сжавчину, да? Сталь. Сталь? Сталь? Какой же? Стуав. 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 Очень сложный, да? Да, очень сложный. Яхром получился вообще совершенно случайно. Ставились бесконечные опыты с разными составляющими, с разными полукой, никель, хромом. Была разная температура. Пока, якобы, у нас появилась сталь. И вот эксперимент начали один из других. Заранее знали, что мы получим сталь, да? Ставили, 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 и наконец-то получили, да? А вот он знает, что ее изобретем. А вообще, на самом деле, ставить под сомнение от вывода. Некоторые считают, что такие вещи, как стекло, железо и сталь, ну, может истать. По-моему, может. Угу. Хорошо. Ставить под сомнение, ребят, все бывает очень выводно, да? Вы же сами сказали, что вы постоянно сомневаетесь. А если вам приносят какой-то документ и просят его писать, у нас многие что делают? Сначала прочитайте наоборот. Нет, это не многие так делают, это мало кто так делает. Обычно человек берет и ставит подпись, да? Не задумываясь о последствиях. На самом деле, поставить под сомнение очень полезно. Перед тем, как поставить подпись, возьмите и прочитайте. Хорошо. Все, спасибо, у меня все.